Финальная точка поставлена в громком хабаровском деле. В пятницу вынесен приговор выжившим участникам нападения на полицейских, которое произошло у автовокзала в ноябре 2013 года. На скамье подсудимых оказались лишь трое из четверых дебоширов. Дело в отношении еще одного было прекращено ввиду его смерти. Иван Самарский был застрелен патрульным во время драки с экипажем вневедомственной охраны. Обелить имя сына в суде попыталась его мать Елена Афанасьева. Одного сына убили, а второго садят еще. Именно брат погибшего, Алексей Чечерин, по данным следствия, играл в нападении самую активную роль. Сам же подсудимый так не считал. Лежу на земле, когда мне трудно стало душать, и от отчаяния и испуга, что меня задушат, схватил потерпевшего звука. Но это было сделано нецеленаправданно. Виновным себя не признал и его приятель. В видении мужчин это они стали жертвами полицейского произвола. Что мне только могут это вменить, это превышение самообороны. Я защищался, но я ни на кого не нападал. Действия сотрудников полиции были подвергнуты тщательной проверке. Многочисленные экспертизы, в том числе и анализ имевшихся в деле видеозаписей, показал, что никаких нарушений сотрудники вневедомственной охраны не допустили. Более того, патрульные были представлены к служебной награде. Один из подсудимых попытался завладеть табельным оружием одного из сотрудников, в результате чего сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие. Действия сотрудников полиции соответствовали федеральному закону о полиции и являлись правомерными. О том, что был предупредительный выстрел, который лишь разозлил нападавших, говорили и очевидцы драки. Первый выстрел я его видела, я испугалась, я передернулась, потому что он был в воздух. Второй выстрел я видела, то ли второй, третий, это было в район ног. Патрульный целился в ноги, но из-за резких движений нападавших пуля попала Ивану Самарскому в грудь. Тем не менее, еще несколько минут раненый продолжал атаковать полицейских. Вот запись, сделанная на месте. На ней видно, как неуправляемая толпа зажимает напарников, не дает сесть в машину. Правда, всякий раз, когда представителей властей начинают избивать, автор записи отворачивает камеру. После предупредительного выстрела компания еще больше увеличивает прессинг. Изначально конфликт произошел между нетрезвыми грузчиками, отмечавшими получение зарплаты, и охранником магазина, куда они пришли за пивом. Секьюрити на подмогу вызвал наряд полиции, но дебоширы не спешили успокаиваться. Они начали оскорблять сотрудников нецензурными выражениями. Сотрудники полиции были вынуждены задержать того, кто попытался от них уйти. Трое заступились. В общем, началась потасовка. В отношении сотрудников была применена физическая сила. Характеристики подсудимых оставляли желать лучшего и до этого случая. Большинство судимые за кражи, грабежи, хулиганство. Еще до вынесения приговора все фигуранты были настроены на обжалование или, как минимум, на переквалификацию преступления. Мы требуем, чтобы поменяли на первую часть. Нет доказательств, что оружие забирали. Итог длительных разбирательств таков. Наибольший срок получил брат убитого Алексей Чичерин. 8,5 лет лишения свободы. Эдуард Боровиков проведет в местах заключения 6 лет. Сергей Слободчиков попал в колонию общего режима на 2 года. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Кузьмина и Александр Шумихин.